Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мнение больше притульно... Писал по автобиографии... Владимир... Короткевич... Продолжение следует... Тут на березе Днепра, в городе Орши... Народзився он 26 листопада 1930 года... Тут пройшло его моленство, тут и он закончил школу... Владимир Короткевич натура дорная... Читать он научился в 3,5 годы... Писать верши начал годом в 6... Креху поздней спрабавал писать оповеданни... Який сам же илюстравал... Той будынок, где учился Владимир Короткевич... Не захавауся... На его месце побудована... Новая школа... Якая носить имя письменника... В этой школе створаный музей Мастака... Тут гаражливо заховують память... Про своего слынного земляка... Сюды идуть и идуть наведвальники... В 1991 году музею присвоено звание... Народныха... Ворши письменник створил многие свои творы... И сюда и поздней часто приезжал... Каб отпочить душою... Долучиться до родных коронел... И отсюль он понес свою моцную... И невымерную любовь... Дородной Беларуси... Где мой край... Там... Где вечную песню... Пее Беловежа... Там, где немом на заходе помнить... Ворожую кровь... Где нам с высших новогородских... Дремнуть суровые вежи... И вишневые хаты... Глядятся в широкий Днепро... Ты лежишь там... Где синяя Припять... Ласкаво веется... Где София... Плыве над звеною... В небы корабель... Там, где сердце мое... С першим кроком... Як молод забьется... Галиб навод... Слепым... И глухим... Я пришел до тебе... Как и огородная Орша... На Днепре лежит и город Киев... Где в 1949-1954 годах... Владимир Короткевич... Учился на филологичном факультете... Киевского университета... Письменник... Моцно любил Украину... И ее народ... И он говорил... Я народился на Днепре... И он у Киев... У формирования и развития талента... У Владимира Короткевича... Киеву належит... Особливое место... Ненавито у гэтым... Старожитным городе... Богатым... Историчными... И культурными традициями... И он смог лепить... Зразуметь... Минулое... У Сходнеславянских народу... Ненавито там... Он имел большей макшимости... Познаймыцца... Злепию... Парадкованными библиотеками... И архивами... Ненавито там... И он учился... У многих... Высокополификованных... Выкладчиков... И еще... За одну речь... Владимир Короткевич... Был удячный... Тым годам... Познай... Письменник... Отзначав... Что... Здалекой... Он особливо... Полюбил... Беларусь... И ее людей... И Ненавито тогда... Узникло... У Кароткевича... Задумано писать... Книгу... Проповстанне... 1863... 64... Годов... На территории Беларуси и Литвы... Под кировництвом... Кастуся Калиновского... Говорит письменник... И навыковец... Геннадий Васильевич Киселев... Сирот историчных творов... Владимира Короткевича... Важное место... Займая... Роман... Колосы под серпом твоим... Это... Книга... Написана... Письменником... У память... Повстанцев... 63-го года... У память... Кастуся Калиновского... Текавость... Краткевича... До гэтых падей... Возначается... Тем... Что... Это... Одна из самых... Ярких сторонок... Истории Беларуси... Сторонка... Величная... Трагичная... И... А с другого боку... Вядома... Что... Продки Краткевича... Так само... Удельничали... У гэтых падеях... Вот... У 1863... Годе... У Рогачаев... Был... Расстреляны... Предводитель... Повстанского... Отрада... Тамаш Гриневич... Это... Продок... Краткевича... Я помню... Як... У Вильниси... В историчном архиве... Краткевич... Знайомяўся... С... Документами... Повстанни... 63-го года... И я... Паказав ўему тады... Судовы следчую справу... Гриневича... Вот... Помню... Яким... Таксадач... Азартом... Загорэліся... В очы... В очы письменніка... Ему цікаво было... Провераць... На... Подлэнных... Аутэнтычных документах... Вот... Тое... Што ён чул... Яшча... Яшча... В децінстве... Роман... Краткевича... Тому што... Эта... Ян вышел... Новаторскім... Па... Па... Многих причинах... Эта... Тому што... У Краткевича... Был свой... Погляд на Повстанни... Адрозный... Ат офицейнага... Тагачаснага... Погляду... Историки тады... Гаварыли... Што... Повстанні 63-го года... Эта... Повстанні селян... Супротпомешчиков... А Краткевич... Лічил... Инакш... Што гэта... Агунна... Народны... Повстанні... Де... Апроча... Селян... Важное место... Займали и шляхты... Шляхетские... Революционеры... Революционеры... Горожане... Катю... Ай- ты ты мне не тяжел... Цветули по крови... Катю... Нета... И тому, где и мало еще в уголе исторических творков было в белорусской литературе до Краткевича. И он по сути створальник жанра исторической прозы. И тому были немалые тяжкости с друкованием в этой книге. И тем не менее, благодаря поддержке Союза письменников Беларуси, роман в 1965 году спочатку был надрукован в часописе «Полымя», а в 1968-м появилось его первое книжное выдано. Владимир Краткевич пленно працывал как поэт, прозаик, драматург, публицист, перокладчик и сценарист. В его творчей спадшине заховывается шмат цикавых малюнков. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Особливая заслуга письменника перед белорусской литературой у створенней высокоякосных историчных творов. У шматликих своих вершах, у романах «Колосы под терпом твоим», «Христос приземлился угородни», «Чорный замок Альшанский», о повестях «Дикое поливание короля Стаха», «Севая легенда», о поведаниях книга-ноши «Синяя-синяя», легенде «Ладзя Роспачи», драмах «Званы Витебска», «Мать ураганов», «Наросе земля под белыми крылами» и «Инших творог». Мастак увоскрашал героичные и трагичные сторонки родной земли. И он узнял широкий пластыг истории, выявил буйные характеры, раскрыл багатый духовный свет своих героев и связал их особистый лес с лесом народным. Его творы вызначаются романтичной акриленностью и реалистичной докладностью, мастацкой культурой и патриотичным пафосом, надзвычайной познавальностью и гуманистичным зместом. Письменник и навыковец Адам Иосифович Мальдис. Мы живем у складания час раптонной переоценки каштовности. Бачим, как написанное не то, что 10-20 лет назад, а 2-3 года назад раптонно становится никому не потребным, отживая свой век. А творчество Владимира Короткевича на двород, набывая уже новых и новых прихильников, становится все больше популярной молодого поколения. Чем же причина? Видать, по моему глубокому переконанию, причина в том, что Владимир Короткевич взвертался не до часовых каштовностей, а до каштовностей вечных. В тот час, когда творил незабываемый Владимир Короткевич, лечился престижным, лечился потребным наибольши писать про день сегодняшний, про выконание и перевыконание плана. И еще лечился потребным писать крышку про будущее, но это будущее было вельми неокресленное, это счастливое будущее, где все народы будут одноликовые, позбавленные своей мовы, своей культурой. А Короткевич писал про каштовности вечные. Это наибольший человек с его духовным светом и человек не абстрактный, а беларусь. Это родима Беларусь, это свой народ. В тот час такая позиция лечилась лесеневорожей, националистичной, хотя Короткевич был усяго патриотом. Даречи Короткевич, будучи патриотом своей родимы, николи и нигде не сопротивставлял свой народ иншим народам. В своих творах письменник звертался не только до падения минулого, а и до современного життя. По Майстерску раскрыл интимные переживания своих героев, например, в оповедании «Балакит и Золото дня», о повести «Чазения». Поэт Рыгор Бородулин Фигура Владимира Короткевича, фигура Адрадженская, фигура классичная, фигура историчная. Неупадково на первом з'езде Белорусско-народного фронта Адраджения было приемно бачить портреты, значки с выявой Короткевича разом с Калиновским, со Скарыной, с Гусовским. Это такая фигура Короткевича. Владимир Короткевич письменник и сучасный, и будущий. Владимир Короткевич уникальное изъяву, и он не член Союза письменников был, он был письменник, потому что у нас много членов Союза письменников, а читать нема чего и слухать нема чего. Короткевич народный письменник, звание Мудадзина не с чарговым указом, а это звание Мудадзина народом. Письменник самахверно служил мастацкому слову и родной Беларуси. Ем хвалююча сширо и талиновито написал соправдный летопис духовного життя белорусского народа. Народный письменник Беларуси Василь Быков. Владимир Короткевич, мастацк, вельми разножанровый. Ну, введомая, первое за все, историчная проза, его драмы, какие он писал, а прочтого, и он, конечно, видатнейший поэт. С твержением уласной величи, могутности и несмиротности, долученности до лесу людского, просякла ты верш, был, был и есть буду. Был и есть буду. Тому, что завжды, як прокляты, живу бездонной трывогой, тому, что сердце мое распято за все миллиарды двухногих, за усих, кто сдымает тяжкие разоры, кто в горячем пекле металлу, за усих, кто змагается с небом и мором, за живых и за тих, что с канали, за усих, кто кривею пишет в несгоде с рабства подлой дорогой, кто за край свой родный, за усе народы, по устане навод на Бога, кто за смертью говорит звока на вока, зе усмешкою ветлой, дуся ж узводить, нестерпно далекий храм наш, огульный и светлый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok